всем доброго времени суток с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот чипсы при английс новинка со вкусом белых грибов и сметаны здесь у нас 165 грамм вот так она выглядит что-то двигается хорошо такое сложенное и давайте почитаем состав также посмотрим вот здесь вот и вот здесь у нас написано вот польша до польша это видим у нас производитель наверное скорее всего и давайте их посмотрим какие же они внутри но для начала хочу сказать то что я их пробовала в детстве и я помню они были очень такие большие вот действительно как вот здесь на картинке нарисованы я помню что они прям были большие и пробовал относительно недавно несколько лет назад они были все изломлены и какие-то поломаны именно поэтому я решила сделать обзор чтобы снова посмотреть какие же они там внутри вот и также я хочу сказать что у меня на канале есть история я иногда записываю истории очень интересные из моей жизни которым была замешана как раз вот это вот коробочка вот этих чипсов а на нее оставлю конечный видео в конечной заставке посмотрите может быть вам понравится моя история послушайте ее и давайте попробуем ее откроем здесь есть крышечка такая если допустим вы не докушаете вы можете закрыть и полька ооо неплохо выглядит дома там что-то, наши половины что-ли, они там такие маленькие, но смотрите сколько, места почти с мой палец, они там реально смотрите, то есть я чуть-чуть в бок и они вообще вместо сколько свободного, вот так положим, честно выглядят они конечно однако другой, совершенно по-другому, я помню в детстве они выглядели побольше, во-первых они были, я это помню, что они прям даже удивилась, они были побольше и мне кажется они были золотистые, такие более, ой, более похожи на чипсы, но по крайней мере они не изломлены, а здесь вот лично у меня создаются впечатления, как будто это просто какую-то, какое-то тесто намешали, овальчиками вот так сделали, положили там может быть на какую-нибудь форму, кстати она прямо одна к одной, да, вот видите, тут явно как будто на форму клали, чтобы их запечь, не может прям каждая чипсинка настолько загнуться, чтобы быть такой, чтобы они прям были как близняшки, не может быть такое, и абсолютно все, обязательно там какая-нибудь будет по-другому, и они конечно очень маленькие, по сравнению даже с этой вот, но она меньше конечно. Ладно, что тут думать, давайте будем пробовать, что же у нас там такое. Это очень вкусно, я не могу остановиться, по ощущениям знаете, как будто я ем хрустящие грибы со сметаной, то есть сухие хрустящие грибы со сметаной, как будто вот грибы взять, поджарить, да, со сметаной вместе все это пережарить, потом в мясорубке там или где-то перемолоть, создать там кусок теста, ну что-то еще там может быть добавить, раскатать, сделать завальчик и запечь, чтобы они были хрустящие, чтобы получились из них чипсы. С ощущением вот такое, вот прям вот яркий такой выраженный аромат грибов и сметаны, прям обалденно просто вкусно, ну прям запах грибов, если там какие-то другие чипсы пробуешь, там какой-то чуть-чуть совсем там есть аромат, там чего-то сметаны вроде бы, там или лука, там краба, то тут прям яркий такой запах. Теперь я понимаю, почему они дороговатые такие. Ну я тебе со скидкой купила за 99, а так они рублей 150, наверное, стоят или дороже даже. В принципе, может и не дорого, не знаю, по чем лейс там стоит. Но это вкусно, реально вкусно, остановиться очень сложно. Больше, конечно, вкус, как будто вот грибы и сметана, ну и хрустящие вроде как чипсы. Больше ничего. Вкус химии. Ну, наверное, знаете, понимаю, что что-то химия, потому что не могут быть, невозможно сделать чипсы, наверное, со вкусом грибов и сметаны. Я когда-то очень давно пыталась сделать соус, добавив туда грибы жареные, но там вкуса грибов абсолютно не было. Хотя я пожарила, все супер, но, видимо, мало, может быть, было на весь соус, не знаю. Поэтому здесь вот, по составу здесь вот обезваженный картофель. Он уже обезваженный даже. А, ну, конечно, рисовая мука, карахмал, мука кукурузная. Вот я через камеру как раз и увидела мука кукурузная, ароматизаторы, усилитель вкус, тар-та-та. Ну, да, это, конечно, больше химии, то есть проще даже, мне кажется, взять так же можно и самим сделать. Купить, допустим, куриные бульоны, эти маги, не знаю, маги, что ли они называются. Их там потолчить, жидкостью добавить, раскатать тесто, сделать, и вот они будут ваши чипсы. Также добавить там крахмал, мука такая-сякая, и вот. То есть, в принципе, как картофельные чипсы здесь не видно. Давайте их еще посмотрим, всех. Здесь вот подломленная немножко. Может, все-таки найдется какая-нибудь особенная. Мне кажется, знаете, даже вполне они могут подойти для салата. Какой-нибудь салат с усилением вкуса грибов, например. Мне кажется, в салате они будут идеально смотреться. И на вкус они будут просто шикарны, мне кажется. Давайте еще раз попробую. Мы уже с вами пробуем по два раза. Быть может, я сейчас что-нибудь еще напробую. Немножечко пересоленая. Ну, соленая или немножко даже пересоленая. Но вкусно. Остановиться очень сложно. Останавливаешься только потому, что они немножко большеватые. Немножечко это, ну, не совсем это удобно. Кладешь в рот, пока его там разломаешь, пока там то-се. Как бы не совсем удобно. Ну, вкусные. Честно, мне понравились. По вкусу прям вообще вот просто вот класс. А вот то, что вот это вот на вид. То, что вот они вот так вот одинаковые. Все-таки даже в лейс, по-моему, встречаются они разные. И даже поджариваются они тоже разные. То есть, ну, где-то там чуть-чуть подгорит. Поджарилась там побольше. Где-то вот какие-то пятнышки, какие-то там. Ну, что-то есть. А здесь вообще просто равномерная поджарка. Ну, что-то вообще непонятное. Ладно, не буду вас задерживать. Напишите свои отзывы. Какие вкусы вам нравятся этих чипсов? Покупаете вы их? Не покупаете? Почему? Ну, скорее всего, правильное питание. Не едите чипсы. Честно говоря, я тоже не ем чипсы. Но это вот чисто для обзора для вас. Чтобы вы посмотрели, подумали, стоит брать, не стоит брать. Все для вас. Вернее, не так. Все лучшее для вас. Всем спасибо за просмотр. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем, развиваемся. Также обзоры на другие продукты, на шоколадки, на обычную там еду, на печеньки. Там все-все-все. И консервы даже бывают у нас. Вот. Продукты из фикс-прайса. Покупки также из фикс-прайса. Продукты из магазинов. Светофор, Победа. Вот. Обязательно смотрите. Также очень-очень-очень много всего интересного у меня на канале. Обязательно посмотрите. Обязательно подписывайтесь. Я ценю каждого подписчика. Ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. И с вами был канал Артмания. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok